Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Фраза знакома абсолютно всем. Если мы обратимся к интернет-источникам в поисках исторического происхождения этой фразы, то мы найдем одну и ту же историю, написанную как под копирку. История эта гласит, что фраза имела абсолютно прямой смысл и была связана с риском. При производстве шампанского также эту историю связывают с водовой клико. И сегодня мы как раз с вами поговорим, почему эта версия происхождения фразы «Кто не рискует, тот не пьет шампанское» — абсолютный вымысел. И также поговорим об истории происхождения этого напитка. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С вами все это понятно и доступно. И начнем мы с вами с истории происхождения этого чудесного напитка. Наверняка многие из вас слышали, что авторство приписывают монаху в доме Пиреньону. Так ли это? Скорее всего, нет. И открытие игристых свойств вина было в нескольких регионах, на нескольких виноделиях. Просто так сложились обстоятельства, что Пиреньон наиболее, скажем так, занимался вот этими самыми игрристыми винами, собственно говоря. Потому он и обрел эту известность. Здесь у меня на заднем плане не просто так стоит книжка. Это Хью Джонсон. Это «История вина». И к этой книге мы сегодня не раз будем обращаться. Так вот, что говорит Хью Джонсон по этому поводу, что вообще история о доме Пиреньоне, о том, что он пил звезды, о том, что он мог безошибочно по одной ягодке определить виноградник, с которого взят этот урожай и много чего другое, скорее всего были выдумками других людей и некоторыми преувеличениями. И, собственно говоря, эта информация вообще дошла до нас благодаря записям дома Гроссара. Это был последний казначей вот этого аббатства. Но потом уже случилась Великая Французская революция и аббатство было закрыто. Конечно, можно предположить, что дом Гроссара имел доступ к каким-то архивам, возможно, утраченным. Но, тем не менее, история штука такая, никто не может сказать, где была выдумка, где приукрашивание, где истина. Тем не менее, мы обладаем определенной информацией, уже воспринимать ее как легенду, либо как истину, каждый решит сам. Дон Перенеон был казначеем аббатства и занимался виноделием. Занимался довольно плотно, изучал все процессы и вывел определенный свод правил при работе с виноградом. Кроме того, Дон Перенеон заметил, что вот эти самые игристые свойства, которые могут появляться, а тогда они были нежелательны. И считалось, что это плохое вино. Сейчас мы коснемся, почему так происходило. И вот он заметил, что из белого винограда вино больше подвержено вторичному брожению, чем из винограда красного. И поэтому больше старался использовать пененуар. Вообще, шампань на тот момент была тихая. Это были тихие вина. Но достаточно прохладный климат, какие-то задержки в сборе урожая, становилось холодно. Вино прекращало свое брожение, а весной брожение начиналось вторично. Отсюда, собственно говоря, и началась вся вот эта история с игристым. Но повторю, что цель была тихие вина и цель была белая вина. Потому что красные вина в данном регионе, они не получались такими плотными, как в Бургонзии. И не могли с ней конкурировать. А в белых винах было замечено, что они коричневеют, они окисляются. И вот Думпериньон вывел свод правил, как лучше работать с виноградом, чтобы получать более качественное вино. И, скажем так, чтобы ничего не перепутать и ничего не упустить, я вам зачитаю эти правила. Изложены они были помощником Дума Периньона в 1718 году, уже после его смерти. Так вот, что он говорил. Во-первых, используйте пинануар. Вот то, о чем я буквально пару минут сказала. То есть он заметил, что вина из белого винограда все-таки чуть похуже. А вот белые вина из красного винограда, они меньше подвержены вторичному брожению и получаются интереснее. Сильно обрезайте виноградные лозы, чтобы они не давали большой урожай. То, что, в общем-то, используется и сегодня на многих виноградниках. Третье. Собирайте виноград так, чтобы он был максимально целым и как можно более прохладным. Работайте ранним утром. Если же жаркая погода, то выбирайте дни, когда идет дождь. И отбраковывайте все поврежденные и даже помятые ягоды. Мелкий виноград лучше крупного. Расставьте на винограднике плетеные лотки и переберите урожай на предмет подгнившего винограда, либо еще чего-то нежелательного. Даже накройте ягоды влажной тканью, чтобы они максимально сохраняли свою свежесть. И пресс также должен быть расположен максимально близко к винограднику, чтобы как можно быстрее после сбора виноградок прессовать. И четвертое. Это не допускать мацерации и настаивания винограда на кожице, а максимально быстро прессовать. Для этого нужен хороший пресс. Дальше описывались технологии прессования. В общем-то, у крестьян не было шанса даже производить такие вина, ввиду отсутствия этого самого пресса. И опять же, как описывает Хью Джонс, что три недели работники на виноделье, вот там вот этот пресс, они чуть ли не с перерывов работали. Отсюда формировалась и высокая стоимость такого вина. На тот момент оно должно было быть тихим, но к стоимости мы еще вернемся. То есть смотрите, 17 век, в 1718 году после смерти дома Перенена это опубликовалось, но он работал в 1680-е, 90-е, то есть достаточно долго. И вот он свод правил, которыми мы, собственно говоря, и руководствуемся сегодня. К сожалению, не все, но дело каждого. Следующая его заслуга – это купажирование. Он смешивал виноград с разных участков, причем, опять же, легенда говорит о том, что он смешивал еще на уровне ягоды, опять же, чтобы добиться максимального качества и максимальной стабильности напитков. Что касается игристых свойств, вот у Хью Джонсона, кстати, нет четкой информации, как Дон Перенен работал именно с игристым. Да, есть другие источники, есть там лекции на Ютубе, все это можно посмотреть. Вообще, Дон Перенен всю жизнь избегал игристых свойств вина. Вот он стремился делать тихие, тем не менее, игристые вина все-таки брали вверх, да, и становились популярными. Но надо понимать, что для игристого вина, и вообще, почему смогло появиться шампанское, это потому, что появилась крепкая бутылка и пробка. К тому же Дон Перенену приписывают то, что вот из бутылок вину вылетало, вылетали пробки, те, которые они использовали. И вот он заметил, что кто-то там вот использует корковые пробки и стал сам использовать корковые пробки, которые завязывались бечевкой. После этого вино смогло сохраняться в бутылке. Так это было или нет, тем не менее, кто-то это придумал, но уже первый перемен, либо кто-то другой, я думаю, что значения не имеет. И тут смотрите еще какие интересные факты. Примерно 1690 год, Людовик XIV дает копотку, массовый толчок торговли в шампане, торговли вину. Но по закону можно продавать вино только в бочках. Продавать в бутылках незаконно. То есть, с одной стороны, говорят, что в это время уже существовало шампанское, уже существовало игристое вино, и его пили. В общем-то, в 1630 году англичанин Дигби делает нормальную крепкую бутылку, которая способна выдержать нормальное давление и не разорваться. Но в то же время данные, опять же, по Хилл Джонсону, 1690 год, только в бочке. Все остальное незаконно. Вот эти исторические расхождения в датах, они нам не очень интересны. Мы понимаем, что появилась бутылка, кто-то, пусть это будет Пьер Периньон, придумал пробку, которая нормально закрывает эту бутылку, обвязывает бечевкой, и таким образом давление в бутылке сохраняется. Так появляется игристый напиток, который достаточно быстро набирает свою популярность. Было ли производство действительно опасным? Ну, конечно, было. Да, бутылки разрывались, да, это все было. И опять же, по данным Хилл Джонсона, до 90% бутылок могло взрываться. Ну, к этому мы еще вернемся. Переходим ко второй интересной исторической личности в плане шампанского. Это мадам Клико. Что сделала мадам Клико? Может быть, как-нибудь о ней поговорим отдельно, но основная ее заслуга – это ремюаж и дегрожаж. В бутылке с игристым появляется дрожжевой осадок. Кстати, говорят о том, что он очень может быть большим. На самом деле, там показываю вам реальную бутылку. Вот он, дрожжевой осадок. И в моем случае он совершенно небольшой. Но он был, и от него хотели избавиться. Что делает мадам? Легенда говорит о том, что мадам переворачивает стол дубовый, делает в нем дырки и помещает бутылки туда под наклоном. Таким образом осадок переходит на горлышко, и потом от него избавляются. Опять же, есть данные, что и до нее пытались это делать, монахи пытались что-то там делать в песке, но это достаточно трудоемкий процесс, и не всегда хорошо получалось. И событие это произошло примерно в 1816 году. То есть от дома Периньона, до мадам Клико у нас более 100 лет. Мы вот теперь переходим к тому, что бутылки взрывались. Взрывались ли они на самом деле? Ну, конечно, они взрывались. Потому что давление в бутылках могло быть разным. И по данным того же Хью Джонсона, могло взрываться до 90% бутылок. И он говорит о том, что ходить по подвалам без железной маски на лице было опасно. А теперь, смотрите, мы заглянем в его же книжку. Вот эта гравюра. Значит, это меловые шахты с римских времен. И там мы видим, то есть это уже используется все для шампанского, для производства. Обратите внимание, рисуночек, конечно, мелкий, но видите ли вы хоть одного человека в маске? Нет. Гравюра примерно в римон мадам Клико. Потому что вот здесь у нас уже стоят пепитры. Уже производится римяш и догаржаж. Тем не менее, мы с вами здесь не видим ни одного человека в защите. А сейчас я вам найду еще одну картинку из этой же книжки. Шампанское производство. Вот тоже очень рано прошло индустриализация. Вот уже гравюра. Смотрите, все вот эти вот укупорки, римяши, догаржажи частично автоматизируются. Все это делают люди. Но уже используя примитивные машины. И опять же, обратите внимание, что ни у кого из них нет никакой защиты. Возвращаясь к легенде о том, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Самое первое, почему это байка, то что все эти люди, которые вы видели на картинке, они шампанское не пили. Да, они могли рисковать при его производстве. Но ни один из них шампанское пить не мог. Это дорого. Это наемная рабочая, дешевая рабочая сила. Кто мог употреблять? Это вот как раз таки эпоха дома Перемьона. Да, это монахи, которые пробовали, которые развивали производство шампанского. Но, как ни странно, автор вот этой вот байки, да, почему-то решил задействовать в своем рассказе Дову Клико. Хотя логичнее было бы как раз таки подвязать монахов к этой истории, потому что именно в тот момент это больше развивалось, и они были те, кто употреблял этот самый напиток. И теперь мы плавно переходим с вами к цене этого самого напитка. Шампанское было напитком очень дорогим. Во-первых, вспоминаем, я вначале вам говорила, да, и говорила, что на этом моменте мы остановимся. Работа вот этих прессов, да, определенные отжимы, это уже само по себе было дорого. Разрыв бутылок, да, и потери определенной вина, продукции, они тоже должны были как-то компенсироваться ценой. Поэтому это тоже было дорого. И шампанское себе могли позволить только знатные персоны, только богатые персоны, простые смертные, такие как рабочие, да, как сомелье, банально не могли себе это позволить. И сейчас мы как раз таки с вами подходим к тому, что напиток дорогой, напиток элитный, соответственно, он может служить награждением, да, тому, кто рискует, и это такой явный атрибут праздника. И как раз таки именно из-за этого и могла пойти вот эта самая поговорка, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ну, буквально через пару минут мы об этом поговорим. Еще вернемся с вами к этому самому разрыву бутылок. Действительно ли было все так страшно? Да, вполне вероятно, что в определенный момент это могло быть. Но уже, смотрите, времена Мадам Клико, времена Рюмажа де Горжажа, вот две граюры, на которых мы не видим абсолютно никаких защитных костюмов. А если их нету, значит, уже не все так страшно. Да, разрывы могут быть. Но, опять же, смотрите, что логично. В первую очередь нас может подвести пробка, и мы помним, она увязывается бечевкой. В погребах у нас могут ходить крысы, и бечевку эту самую подгрызать. К тому же бечевка имеет свойство растягиваться. И поэтому просто мое предположение, что все было не так уж и страшно, и, скорее всего, потери были, но больше от того, что вылетали пробки. Мюзле еще не изобрели. Мюзле появилось примерно в 1850 или 1860 году. И тогда же опять логично, что бутылки могли сильно взрываться, потому что мюзле у нас очень хорошо держит пробку. Ну, там вообще никак не вариант, что вылетит пробка, и, соответственно, при избыточном давлении бутылка могла взрываться. И мы попадаем, что основные взрывы у нас могли быть либо совсем в начале, когда с бутылками все было плохо, примерно времена, думаю, перемена, либо потом уже после 1850-60 года, когда появилась мюзле. Но, опять же, напомню, что риск при производстве никак не связан с потреблением. Ну, мы идем с вами дальше по историческому пути. Начало 1800-х годов, начало 19-го века. Что происходит во Франции? Во Франции происходит Великая Французская революция, а потом происходят Наполеоновские войны. И это такие, ну, достаточно серьезные события. В этот момент денег во Франции наличных нету, и виноторговцы испытывают определенные сложности, потому что за что продавать их дорогой напиток. Более того, импортировать его тоже сложно. Есть определенные торговые блокады, есть определенные санкции. И куда все это девать? И сейчас, опять же, мы с вами обращаемся к Хью Джонсону. Я зачитываю с компьютера, потому что Хью Джонсон у меня на английском языке. Здесь уже сделан мной русский перевод. Так вот, что нам говорит Хью Джонсон. Наполеоновские войны привели к изъятию всех наличных денег со сцены во Франции, прежде чем их стали использовать для имперских сборов. Ответом был экспорт, но тщательно продуманная блокада и контурблокада сделали торговлю между европейскими портами. Мягко говоря, неопределенной. Представители шампанских домов следовали за армиями, подобно стерлятникам, чтобы утолить жажду победителей, пока подсчитывались тела. И вот здесь логично предположить, что кто не рискует на полях сражения, тот потом не пьет шампанское. И шампанское пьют победителей. Можно предположить и второй вариант. Наполеоновские войны, русские войска заходят во Францию и куда они приходят? Как раз-таки они приходят в Реймс. И сама же мадам Клико открывает им свои подвалы. И опять же легенда говорит о том, что пусть пьют русские, потом за это заплатят. То есть опять же взятие этого региона, риск вознаграждался потом обилием шампанского. Есть на самом деле еще одна версия, тоже она гуляет по интернету, что связано. Это поговорка с Формулой-1, опять же победитель. Ну, там уже речь о примерно 1950-м годе. Победитель Формулы-1 получает огромную трехлитровую бутылку шампанского в подарок. Ну, собственно говоря, отсюда и пошло. Мое мнение, что происхождение фразы все-таки связано с теми или иными военными действиями. Ну, помню, напиток это дорогой, напиток это элитный, который преподносится победителю. А для того, чтобы победить, нужно пойти на определенный риск. Ну, поскольку мы разговариваем не только о самой этой фразе, а немножечко об истории шампанского, эти же наполеоновские войны также сделали шампанское очень сильно популярным, потому что вот блокада, наша мадам, уже нам известная Клико, собирает свой товар, собирает свои бутылки и вместе со своим торговым представителем отправляет в Кёнигсберг, в Калининград. И там они ждут времени, когда снимется блокада. Таким образом, как только становится торговлей разрешенной, она оказывается первой на рынке России. Более того, она понимает вкус русских, она понимает, что они любят сладенькое, и делает такое шампанское, которое становится нереально популярным, нереально высоким по цене, тем не менее, его берут, его покупают. Но это уже совсем другая история, и о ней мы поговорим с вами как-нибудь отдельно. То есть, как видите, такой напиток, как шампанское, прошел достаточно интересный исторический путь. Ошибка при производстве, некоторые незнания дали жизнь такому замечательному напитку. Ну, напоследок, кратенько о видах шампанского. Вообще, шампанский может называться исключительно напиток, произведенный в шампане и произведенный по классической технологии. Что такое классическая технология? Это вторичное брожение в бутылке. Сначала делается тихое вино, потом к нему добавляются дрожжи и сахар. Все это заливается в бутылку и там уже дображивается, там получаются пузырьки. Такая же классическая технология, но уже не в шампане, а в других регионах Франции, называется креман. Цена у них тоже будет несколько отличаться. Шампане более дорогая, креманом более дешевая. В Германии такие напитки будут называться зекты. В Италии франчокорта, в Испании это будет кава. В современном мире есть и более ускоренные, более простые, более дешевые технологии. Это метод Шарма-Монтинори, когда вторичное брожение производится в огромных чайных, в огромных ямкостях. И как вариант этого метода есть еще поточное производство. Методом Шарма-Монтинори производят так раскрученное просека. Этим же методом, там уже поточно идет, производит советское шампанское. Это более простые напитки. У них более простой будет вкус, у них немножко будет другая газация. Игристые напитки, произведенные классическим методом, изображением в бутылке, они несколько более интересные. Но на что следует обратить внимание, если это написано на этикетке, это сколько выдерживалось на осадке. Как-то мне встречалась испанская кава, которую буквально только собрали урожай, в скорости разлили, она поступила в продажу. Да, вроде метод классический изображение в бутылке, тем не менее, при таком коротком сроке разница с брожением в резервуарах будет небольшая. Конечно, когда уже идет выдержка на осадке месяцев 18, там напиток становится интереснее. И еще этим игристым напиток, о котором стоит упомянуть, это пятнат. Это, скажем так, древнее деревенское шампанское, когда просто недоброженное суслое, без всяких добавлений дрожжей, сахара и всего остального заливается в бутылку и там уже завершает свое брожение. Пятнат мы можем сделать в домашних условиях, хотя и классический метод мы тоже можем сделать в домашних условиях. Все возможно, все реально. Но опять же, это разговор для другого ролика. Сегодня мы с вами кратко поговорили об истории шампанского, поговорили о вариантах происхождения фразы «Кто не рискует, тот его и не пьет». Желаю все-таки вам в жизни поменьше рисков, но побольше праздника и шампанского. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог нашего сорта «Финограда» и «Наши контакты». До новых встреч!